Спокойной жизни у Алексея Михайловича не было никогда. Не успел он разобраться с бунтами и реформами, как началась новая война с давним врагом Польшей. Ведь по итогам смутного времени Речь Посполитой удерживала множество русских земель, в том числе стратегически важный Смоленск. Не успел царь уйти на войну, как пришли страшные вести. В Москве моровое поветрие, чума. Царскую семью и весь двор спешно вывезли в Троице Сергиеву Лавру. Столицу заперли в карантин. 1 июня 1648 года Алексей со свитой возвращался в Москву из Троице Сергиевой Лавры. Когда процессия вошла в городские ворота, выяснилось, что дорога перекрыта огромной толпой. Горожане всего лишь хотели передать государю челобитную, письменную жалобу о бесчинствах чиновников. Но царь отказался говорить с народом, а стрельцы разогнали толпу, арестовав главных жалобщиков. На другой день государь отправился в Сретенский монастырь. Когда он возвращался возле Кремля, огромная толпа оттеснила охрану, царского коня схватили под узцы. 19-летний Алексей впервые оказался лицом к лицу со своим народом. Но даже будучи окруженным разгиренной толпой, он сохранил выдержку, принял челобитную и обещал выполнить все требования. Немедленно выдать на растерзание злостных взяточников и казнокрадов, и в первую очередь царского фаворита Морозова, которого обвиняли в насилиях, неправдах или хаимстве. Народ толпой явился на царский двор. Тут стрельцы приняли сторону народа и ворвались в дом Морозова. Они все попирали ногами, бросали за окна и препятствовали всякой попытке вынести что-либо, неистово крича при этом «то кровь наша». Сам же Морозов бежал в одну из комнат его царского величества, где и укрылся. Погромы шли по всей России. В Устюге, Сольвычегодске, Курске. Царь оказался осажденным в собственном дворце. Беременная царица от страха едва не скинула плод. Спустя пять месяцев она все-таки родит ребенка, но первенец царской четы не проживет и года. Царь выдал на казнь многих взяточников, но только не Морозова. Царь плакал на глазах у всех и жалобно просил оставить в живых его любимого дядю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова